Разрешение у всех еще несколько минут надо начинать по той причине, что вот вы видите, как мы живем. По-моему, постоянные участники семинара уже, по-моему, все аудитории знают на Пеофаке и во втором учебном корпусе. Те, кто приходят, они сначала идут в М1, потом не посмотрят, что написано, идут в 557, но и через некоторое время приходят сюда. Давайте подождем чуть-чуть. Самый простой способ – спросить на бахте, тогда входит. Все, что я мог объявить, я объявил, является самой главной. Мы переходим к нынешней программе, сегодняшней. Все договаривались, все в порядке, члены очень рады. Николай, присаживайтесь, пожалуйста. Я уже здесь просил прощания за то, что бегаем к всему секунду. А сейчас мы приступаем к сегодняшней программе. Я рад представить Олега Юрьевича, впервые с анонсированием будущего доклада. Пожалуйста, Олег Юрьевич. Тема моего доклада – это «Основные парадоксы физики и универсальная стрела времени», то есть связь этих парадоксов со стрелой времени. Прежде всего, я, к сожалению, вы сидите очень неудачно, вы закрываете свет от проектора и от проски. Сейчас, тогда нам лучше вот этой рукой левой надвините. Что это за парадокс вначале? Ну, самый бородатый парадокс – это второй закон термодинамики. Вот здесь вы видите, что молоко вливается в кофе и молоко начинает растворяться в кофе. Это часто процесс, который мы видим. А если мы рассмотрим обратный процесс, что молоко, растворенное в кофе, вдруг соберется в одну вот такую каплю, то такой процесс никогда не наблюдается. Ну, это такое бытовое определение второго закона термодинамики. Более вот точное определение, так сказать, физическое, что энтропия, есть такой термодинамический параметр энтропия. Энтропия замкнутой системы в ограниченном объеме может только расти, и когда она достигает максимума, этот максимум называется состоянием термодинамического равновесия. И совершенно понятно, что этот закон устанавливает некую асимметрию времени. То есть, раз процесс идет с возрастанием энтропии, то обратный ему процесс будет идти с убыванием энтропии, и он невозможен. И, в общем-то, это противоречит основным законам физики, и, в частности, самого, как говорится, основного раздела физики, гамильтоновой или ньютонной механики. И, тем не менее, мы наблюдаем, что этот закон реально выполняется, вот, например, на проведенном выше примере. И, вот, как следствие, как бы, в такой более явном виде, противоречившей совратимостью, это видно из так называемых парадоксов Пуанкаре и парадокса Лошмидта. В чем заключается парадокс Пуанкаре? Пуанкаре показал, что любая система, вот такая вот, замкнутая в ограниченном объеме, она рано или поздно должна, сколько угодно, близко прийти к начальному состоянию. Это означает, что после возрастания энтропии неизбежно должно наступить убывание энтропии, раз система возвращается в начальное состояние. То есть тут, опять-таки, явное противоречие между вот этим законом Пуанкаре, выведенным строго из гамильтоновой механики и, так сказать, ньютоновой механики, такое более древнее название, и вторым началом. И, например, парадокс Лошмидта, что если мы все скорости обратим, то, соответственно, процесс у нас пойдет в обратное направление и будет процесс с убыванием энтропии. В общем-то, так сказать, это одно из возможных начальных состояний, и почему-то, так сказать, такой процесс невозможен. Вот, пожалуйста, это парадокс, как говорится. Говорят, что даже из-за этого парадокса Больцан покончил с собой, из-за того, что он не видел его однозначного решения, что это одна из причин было его самоубийство. И Пуанкаре, кстати, на него очень наседал за это и смеялся, потому что Пуанкаре был математикой, и он над его доказательством законного зарастания энтропии, он как математик смеялся, он говорил, что человек взял два противоречия друг другу с суждений и получил из них третье, что математики совершенно считается бессмысленным занятием. Вот. Дальше. Следующий парадокс, который у нас возникает уже в квантовой механике. Вот, собственно говоря, в чем он заключается, что в квантовой механике, закон движения квантовой механикой описывается всем известным уравнением Шейденгера, и это уравнение тоже является обратимым. Но вот в тот момент, когда и оно переводит, так сказать, волновую функцию в волновую функцию, а вот когда производится измерение над системой, то есть когда мы хотим, собственно говоря, померить какие-то эффекты, а физика это экспериментальная наука и измерение это неизбежная составляющая, внезапно происходит, так сказать, что у нас волновая функция переходит в набор волновых функций. То есть переходит, так называемый, переход из чистого состояния в смешанное состояние. То есть у нас как бы эволюция системы разбивается на два этапа. Первый этап это обычная унитарная эволюция, и вторая это вот редукция в нового пакета, который происходит при измерении. И вторая, она не сводится к первой. То есть это можно показать чисто математически. То есть, например, что уравнение Шейденгера из чистого состояния всегда дает чистое, а не может дать смешанное состояние, когда у нас имеется набор волновых функций. Вот. И в общем-то, эта редукция вносит непонятно, собственно говоря, когда она происходит, в какие моменты. То есть она в некотором смысле противоречит основным законам квантовой механики, то есть уравнение Шейденгера. Это наиболее ясно видно при продукции Шейденгеровского кота. Очень известно, что вот у нас имеется некая камера, в ней стоит ампула с ядом, происходит каким-то образом случайный распад частицы, и с определенной вероятностью она распадается, с определенной вероятностью нет. Разбивается ампула с ядом, кот умирает, и, так сказать, то есть он с определенной вероятностью умирает, с определенной вероятностью нет. И весь парадокс ситуации стоит в том, что у нас имеется здесь суперпозиция двух этих состояний. То есть не одно состояние или другое, так сказать, кот умер или кот жив, а как бы квантовой механики, поскольку мы макроскопическую систему описываем квантово-механическими законами, то у нас получается вот такое парадоксальное состояние. Но мы просто знаем, что в реальной жизни кот либо жив, либо мертв. То есть такое состояние, живой и мертвый кот одновременно, оно просто противоречит нашим экспериментальным данным. А в квантовой механике это состояние разрешено. Причем если мы, так сказать, на место кота поставим себя самих, то, так сказать, такого состояния, что я там себя осуществляю, одновременно и мертвым и живым, тоже экспериментально никогда не наблюдается. Тем не менее квантовая механика такие состояния разрешает. И вот это вот противоречие между, опять-таки, законами квантовой механики и реально, так сказать, наблюдаемыми отсутствием вот такой суперпозиции состояния для макроскопических объектов, это противоречие, которое называется противоречием Шеренгеровского кота. В общем, тоже парадокс очень давно известен. И переходим к следующему парадоксу. На мой взгляд, до конца не решен. Информационный парадокс Черной Нидерой. Ну вот здесь такое красивое изображение, то есть это некий объект общей теории относительности, который все поглощает, но ничего из себя не выпускает. Я сейчас нахожусь в рамках общей теории относительности, поэтому я даже не буду упоминать о всяких хокинсских излучениях, так сказать, и так далее. И, кстати, вот одно из проблем, что этот информационный парадокс, он почему-то всегда формулируется с использованием хокинского излучения, которое, собственно говоря, относится не к общей теории относительности, а вообще еще до конца не разработанной теории квантовой гравитации. Тем не менее, он вполне может быть соформулирован в рамках общей теории относительности без всякого привлечения квантовых эффектов, в частности, излучения хокинса. В чем он заключается? Что, собственно говоря, в черной дыре происходит необратимое исчезновение информации. То есть, вот у нас была некая звезда автоколлапса, и она сколлапсировала в черную дыру. И, соответственно... Просто меня немножко сбивает, когда люди появляются. Да, вы только не развиваете, там очень холодно. Да, значит, так. Я оделся. Ну, вот у нас, когда происходит образование черной дыры коллапса, то есть в совершенно разном состоянии получается конечность состояния абсолютно одинаковая. То есть, зная конечность состояния системы, мы не можем понять, из каких состояний оно образовалось. И это значит, что в черной дыре происходит исчезновение информации. И, в общем-то, этот факт, он противоречит обратимости, опять-таки, этой теории. Но тут немножко сложная ситуация, потому что черная дыра – это сингулярность. И, так сказать, к такому сингулярному решению применять понятие образимости очень трудно. То есть, и как это фактически, вот взять черную дыру, обратить – это тоже сложная вещь. И вот как сформулировать более четко информационный парадокс? И вот недавно совершенно вышла очень интересная работа, в которой показывается, что черная дыра, она, в общем-то, совершенно эквивалентна некому туннелю, который соединяет черную дыру в нашей Вселенной с некой белой дырой в другой Вселенной. А чья работа? Да, я сейчас не помню автора. Это уже едет 30. Да, это работа на шланг, два пальца. Да, такие идеи высказывались, но просто с математической точки зрения, так сказать, эти две вещи совершенно эквивалентны. То есть, поскольку, так сказать, черные дыры есть горизонт, то узнать, что за этим горизонтом находится, мы не можем. Потому что, если мы туда проникли, мы уже оттуда не можем выйти, и наши наблюдения никому сообщить не можем. Поэтому, что там есть, сингулярность некой, или просто туннель, который соединяет черную дыру с белой дырой, мы узнать не можем. То есть, с точки зрения физики, экспериментальных никаких методов, позволяющих отличить одно состояние от другого, не существует. Но, если, соответственно, эти две вселенные никаким, кроме этого, лазером не связаны. И в этом случае у нас как бы сингулярность исчезает. И действительно, что такое, кстати, белая дыра? Это просто черная дыра, обращенная во время. То есть, она имеет все свойства черной дыры, в которое время развернута в обратное направление. То есть, у нас как бы из нее непрерывно идет поток вещества, исторгается, то есть, происходит явление обратное, как бы, коллапс. То есть, та же черная, но с определенным промежутком времени. Ну, просто, так сказать, если возьмете вот это вот решение, так сказать, и стрелу времени просто опустите в обратном направлении, то, так сказать, вот это будет и белая дыра. То есть, она кончает тем, что просто взрывается, то есть, вместо коллапса происходит взрыв, и исторгает из себя обычное вещество. Тогда тоннель не причем, между ними. Так вот, как раз-таки, черная дыра поглощает, как бы, вещество, а белая ее потом в другую вселенную выбрасывает. То есть, на самом деле, в нашей вселенной существуют черные дыры, просто по закону возрастания энтропии. Ну, это тоже гипотезы, это не вот как. Ну, что они? Одна из моделей. Да, я испонял. Это просто энтропия черной дыры. Где те же другие модели, где не черные дыры? Модели существуют другие. Я сейчас говорю о классической общей теории относительности. Я, как бы, в моей работе, я не рассматриваю никакие альтернативные теории. Я опираюсь только на классическую теорию. Теория относительности есть другие. Это одно из решений теории относительности, в котором задана специальная топология. А если работать, начиная с топологии АК-4, то это не получше. Это только если с самого начала задать другую топологию. Я вот не очень понимаю. Теория относительности – симметрическая теория. А глобальная… Нет, я не понимаю, с чем вы спорите. С тем, что это доказано научным фактом. Что это? Существование белой дыры. А, я вообще сейчас рассматриваю чисто теоретическую модель, чтобы избежать сингулярности. Я сейчас, так сказать, существование… Я говорю, почему существование черной дыры проблематично, потому что она противоречит второму закону термодинамики. Это одно из объяснений, почему мы видим достаточно черные дыры, но совсем не видим белые. Потому что, так сказать, это просто вследствие закона возрастания энтропии. А о том, какие модели существуют и подобных, я сейчас не вдаюсь. И в данной ситуации я просто объясняю. И тогда, так сказать, никакое исчезновение информации, грубо говоря, не происходит, казалось бы. То есть, то, что, так сказать, поглотилось у нас черной дырой, просто выбрасывается в другую вселенную через белую дыру. То есть, это вот вместо того, чтобы обращать по времени, так сказать, черную дыру, я могу вот рассмотреть какой-то ныр. То есть, возникает вопрос, а вот действительно ли информация в черном дыре исчезает, или она все-таки сохраняется. И вот это вот называется парадоксом черной дыры, то есть, вот неясность этого вопроса. Постоянно как бы идут споры, теряется она или сохраняется. Это четвертый парадокс, третий парадокс. И, наконец, последний парадокс, очень известный, связан с кротовой норой. Это такой вот туннель, который соединяет разные точки пространства-времени. И, так сказать, он тем, чем интересен, что это как бы, предположим, у нас между меня точками пространства существует очень большое расстояние, и нужно там тысячи световых лет путешествовать от одной точки к другой. Движение со сверхсветовой скоростью невозможно. А вот как раз черная дыра позволяет как бы сократить дорогу. Это некий туннель, который напрямую соединяет две точки и значительно короче, так сказать, расстояние вдоль, как бы, нашей Вселенной, если мы двигаемся. Тут, конечно, условно все изображено, но смысл передан правильно. И вот такие вот, или червоточины их еще называют, это в англоязычной литературе так больше нравится название. Вот. То есть такая достаточно геометрически простая вещь. Значит, и немножко об ее свойствах. Это вот такой очень интересный объект. Артур Куак, такой фантаст-писатель, который футалорологией занимался, он говорил о бессмысленности слишком дальних звездных путешествий. То есть пока вы туда прилетите, пока вернетесь обратно, то есть столько времени проходит чуть ли не жизнь нескольких поколений на Земле. И просто в такой ситуации там обменивается информация, и совершать такие полеты становится, в общем-то, просто бессмысленным занятием. То есть имеет смысл путешествия, так сказать, и на расстоянии, на которых мы можем обмениваться достаточно быстро информацией. А это просто превращается в пустую потерю времени. Как раз вот кротовая дыра, это его проблему разрешает. Просто мы берем такую вот кротовую нору, и берем один из ее выходов, и когда мы летим к другой звезде, мы его кладем просто, наш звездолет, и привозим в то место. И у нас оказывается вот эти две точки соединены вот этим нашим тоннелем. То есть ты не просто путешествуешь к другой звезде, и ты как бы перевозишь туда второй ход лаза, через который ты уже можешь напрямую туда из земли буквально там за короткое время путешествовать. То есть вот кротовая дыра – это такой интересный объект, который позволяет предсказать, как мы в будущем будем общаться с удаленными частями Вселенной. И зачем нужны межзвездные путешествия, какой у них смысл. А вообще эти кротовые норы существуют, собственно говоря, общая теория относительности, она не дает нам механизма образования кротовых нор, а они проявляются в квантовой теории гравитации, и на самом деле они вокруг нас кишмя кишат. Вот существует, известно же, в квантовой механике, в частности, в рельеферийской гравитационной квантовой механике, просто вакуум – это на самом деле не пустое пространство, а все время появляются частицы, исчезают частицы. Вот там не только частицы все время появляются и исчезают, виртуальные так называемые, а и кротовые норы, и черные дыры, так сказать, то есть, но они просто имеют такой микроскопический размер, и столько вот такое время существует, что их даже принципиально невозможно измерить или увидеть. И как можно кротовую норуно-гроскопическую сделать, просто нужно в одной из этих флюктуаций вбухать очень много энергии. И это, естественно, в нашей реальной сейчас нынешней инженерной технологии не позволяет это делать, но, в принципе, это возможно. То есть взять такую маленькую флюктуацию, вбухать в нее кучу энергии, и образуется вот такая кротовая нора, которую можно дальше использовать. Вот, и теперь существует эта кротовая нора, она не только позволяет соединять удаленные точки пространства, но и соединяет, например, прошлое с будущим. И добиться этого очень просто. То есть берем, создаем кротовую нору, и один конец из нее, так сказать, заставляем путешествовать туда-обратно, она на большое расстояние. Подожди, там, тысяча световых лет. При этом мы будем ее двигать туда-обратно со скоростью почти равной скорости света. То есть это означает, что для времени внутри этого конца, поскольку вследствие парадокса Березнецов, когда скорость близка к скорости света, то есть может пройти путешествие, продлиться туда-обратно тысяча световых лет, а там пройдет там секунда. То есть чем ближе мы к скорости света, тем меньше это время. В пределе мы его можем сделать равным, но только в пределе для массивных. Вот. И когда мы вернем второй вход обратно, собственно говоря, время у него будет такое же, как и у времени того хода, который остался на Земле. В тот момент, когда он оставался. А вернулись мы уже через тысячу лет, и просто пройдя через этот тоннель, мы можем спокойно вернуться в предыдущий вход, там, где он был тысячу лет назад, и образуется такая вот машина времени, которая вполне вписывается в общую теорию относительности. И тут вот возникает уже парадокс дедушки. То есть может внук вернуться через эту, так сказать, временную кротовую нору назад, и направо убить своего дедушку. Ну и получается противоречие. Если он убил своего дедушку, а как он вообще мог родиться? То есть получается логическое противоречие, которое необходимо разрешить и объяснить, что же, собственно говоря, к чему это, так сказать, невозможно. То есть, казалось бы, физика вот разрешает. Это четвертый парадокс. Теперь, эти парадоксы, в общем-то, не я открыл, и существуют они давно, и многие из них уже с большой белой парадокс. Вот, и, так сказать, что меня, эти парадоксы, в общем-то, я ими задавался еще, будучи учащийся на первых курсах института, в школе, и я прочитал массу книг, и, так сказать, почему-то я нигде не нашел их решения. Точнее, проблема в том, что существует огромное количество решений, но одно обладает двумя свойствами. Либо они нарушают бритву Абхама, то есть не плодить новых сущностей без необходимости. Это один из основных принципов науки. И вот я тут слушаю многие доклады, и многие вот из тех докладов, которые я здесь слушал, они тоже нарушают бритву Абхама. То есть новую теорию физики, если мы занимаемся не философией, а именно наукой, мы предлагаем только тогда, когда старая теория не способна объяснить какой-то экспериментальный результат. Или мы, например, используем для объяснения какого-то эффекта квантовую механику, только если классическая ее не может объяснить. Тогда мы говорим, что это квантовый эффект. То есть не используется излишняя сила, когда она не нужна. И подавляющее большинство решений этих парадоксов, которые я видел, нарушает этот принцип. Второе, это приводится какое-то объяснение, которое якобы решает этот парадокс, на самом деле создавая вместо него, другое, которое автор просто не замечает. И я прочел массу литературы по этому поводу, и, к сожалению, однозначного полного решения всех этих парадоксов не нашел. И тем не менее, несмотря на то, что это совершенно разные парадоксы, они имеют одно и общее решение. То есть они имеют простое, универсальное решение, не требующее введения никаких новых законов физики, никаких новых изобретений, связанных с тем, что просто физики очень невнимательно отнеслись к одному моменту, связанному с самой физикой. И поэтому для объяснения многих вещей кажется, что нужно введение новых законов, несмотря на то, что все можно сделать в рамках существующих законов. Теперь, как же это делается? Это связано со стрелой времени. А собственно меня спросите, а почему вообще ты нам на семинаре о стреле времени начинаешь про эти парадоксы рассказывать? Я объясню почему. Потому что физика это экспериментальная наука. А раз физика это экспериментальная наука, то, так сказать, любое явление физическое имеет смысл, если оно наблюдается. Если оно не наблюдается, но нам не имеет смысла об этом говорить. Это уже области религии, там, что будет после смерти, если Бог. То есть эти вопросы, они ненаучные, потому что мы экспериментально ничего здесь пронаблюдать не можем. То есть, если мы говорим о науке, то все, что делается в физике, должно быть экспериментально наблюдаемым. Если это экспериментально невозможно проверить, об этом просто не имеет смысла говорить. И следом необязательным элементом любого физической системы является наблюдатель. А что такое наблюдатель? Что такое экспериментальная проверка явления? Это значит, мы должны взять наше начальное состояние, посмотреть, какое будет конечное, взять законы физики, посчитать, что получается из закона физики и сравнить полученный результат с экспериментальным. Собственно, и уже, когда мы рассмотрим этот процесс, мы увидим, что здесь неизбежно присутствует стрела времени. То есть, человек, который, не человек вообще, то существо, которое мы называем наблюдателем, оно, во-первых, должно быть макроскопическим. Во-вторых, процессы, он должен различать прошлое, будущее, иметь память. То есть, это вводит автоматически необратимость. То есть, у него имеется четко выраженная стрела времени. То есть, само понятие экспериментальной проверки необходимо требовать существования памяти, существования стрела времени, существования необратимости. так сказать, вот, исходя из необходимости наблюдателя, физике, собственно, неизбежно должна появиться, так сказать, стрела времени. И для этого не нужно ничего дополнительно придумывать и изобретать. Это просто само, определяет самой основы физики, да, экспериментальной науки. Следующий вопрос. А в какой точке зрения, так сказать, почему нам вдруг важно, что у него есть наблюдатель, у него стрела времени, вот ты сидишь в ритмном зале и то, что происходит на сцене, твоей стрелой времени ничем не определяется. На самом деле, это неправильно. То есть, между любым реальным наблюдателем, если мы будем брать не Бога, а вот реального наблюдателя, всегда, и наблюдаемую систему, существует всегда, так сказать, маленькое взаимодействие. И обычно считается, почему мы об этом так часто называем, что да, он такой слабый, что этим можно пренебречь. И вот как раз, когда начинаешь анализировать эти парадоксы, обнаруживается, что эти парадоксы связаны с тем, что им пренебречь нельзя. То есть, вот эта вот общепринятая точка зрения, что этим можно пренебречь, она глубоко ошибочна. И эти ошибки делают не просто ординарные люди, а это делают великие физики. Например, Фейма, так сказать, вот он говорил, а вот можно ли объяснить, что у нас, у Вселенной такая, у него законы физики, у него есть книга, так сказать, он там пишет, а можно ли объяснить, вот, тем, что, так сказать, во Вселенной такая низкая энтропия, что есть некая большая Вселенная, в которой энтропия находится в состоянии максимума, а это просто вот некая флюктуация нашей Вселенной. Он говорит, нет, нельзя, почему? Потому что мы бы увидели, что вокруг нас, так сказать, Вселенная, она находится в состоянии равновесия, и только у нас какая-то флюктуация, мы же этого не видим. При этом человек совершенно не думает, он рассматривает, что вот все, что происходит на круг, мы можем наблюдать, а наблюдатель, извините меня, это просто физическая система, которая имеет все ограничения физической системы. Если у нас наблюдатель находится внутри гигантской флюктуации, то почему эта флюктуация образовалась, потому что за счет какого-то очень редкого события, вот эта вот область пространства оказалась изолирована от окружающей системы, и она ее не возвращает обратно в состояние равновесия. Поэтому наблюдатель, поскольку он находится внутри этой флюктуации и, так сказать, обладает всеми ограничениями физической системы, просто будет не способен увидеть вот эту вот окружающую термодинамическую равновесие. То есть я подчеркиваю, вот этот великий физик, который прославляется во всех книгах, делает тривиарную и очень достаточно глупую ошибку, потому что он исходит из точки зрения, что если мы что-то способны наблюдать, значит, все, мы это можем делать, вне зависимости от того, сколько времени требуется, и так далее. А реальный наблюдатель, он не такой, он имеет вполне определенную стрелу времени, он имеет ограниченное время для наблюдения, и он, в частности, взаимодействует с окружающим миром. Так сказать, это все надо учитывать, когда мы говорим о физике, чтобы не делать вот таких вот нелепых ошибок. Поэтому это допущение, что мы находимся вполне внутри гигантского курица, вполне возможно, и ничто его не опровергаем. Дальше. Как же вот это вот наблюдение о том, что наблюдатель реально имеет стрелу времени, взаимодействует с окружающим, как это решает парадокс? Просто если мы внимательно вот эти факты учтем и рассмотрим вот эти парадоксы взаимодействия наблюдателя с этими системами, мы обнаружим, что все эти парадоксальные эффекты, которые возникают при этих событиях, они просто оказываются ненаблюдаемые. Ненаблюдаемые или реальным наблюдателем, или даже теоретически ненаблюдаемыми. То есть, просто наличие этих парадоксов объясняется тем, что очень неаккуратно делается анализ, без учета того, что явления должны экспериментально наблюдаться, неким наблюдателем, имеющим стрелу времени, взаимодействием с окружающей системой. Просто, поскольку мы это не учитываем, возникают эти парадоксы. Из всего этого следует очень простой факт. Когда вы предложили какую-то физическую модель любого явления во Вселенной и так далее, прежде чем анализировать эту модель, думать о ней, задать простым вопросом. А вот то, что вы предложили экспериментально, можно пронаблюдать в реальной жизни. Если это или хотя бы теоретически, если оказывается, что это теоретически невозможно или в реальном эксперименте с реальными и физическим ограничениями наблюдателя пронаблюдает, ваша модель это просто бессмысленная математическая игра. Потому что физики имеют смысл говорить только о тех вещах, которые можно проверить экспериментально. Все остальное это математические игры и там будут дикие парадоксы возникать, это наиболее известные, можно еще тысячи других придумать, и все они будут связаны с простым фактом. Вы говорите о двиглениях, которые существуют на бумажке, но когда вы возьмете реального наблюдателя и попросите его пронаблюдать, вы просто не сможете это сделать. Вот я тут три обезьянки нарисовал, не вижу, не слышу, не говорю. А если пока не сможем? Что, жизнь прекращается, моя? Мне не работать, тридцать лет улетела. Работала, работала, еще. Ни один из парадоксов не уничтожил. Александр Владимирович, извините, пожалуйста, я просто уже прочел. Да, вот это вот я хочу как раз в ответ на все эти фразы сказать, что моя цель была как раз чтобы у вас возникли вот такие вопросы и чтобы вы на мою следующую лекцию пришли и я бы вам на них ответил. То есть моя задача не составляла о том, я только дал намек на решение, а вот его детальное объяснение, вот приходите на свекцию, которая, надеюсь, в следующем семестре будет, и я все детально разъясню. А все, кто хотят, детально возразят. Мы с вами живем практически по Булгакову, где на каждый сеанс демонстрации парадоксов следует сеанс на заблачение. Их вот сеанс на заблачение в следующем семестре. Спасибо большое. В отличие от того, что разъяснили, не обещали. В отличие, он тоже обещал. Но не разъяснили. Все каждое буду разъяснили. Была анонсирована реакрама, которая будет в следующем семестре, если все будет в порядке, если еще не все аудитории биофака будут заняты, если не мы переживем декабрь этого года, выборы и прочее.